Прочитай этот текст. Вот этот. Прочитай. 21 марта 1943 года на площадке электродепо «Северное» собрались сотни работников первого советского метро, чтобы в торжественной обстановке передать Красной Армии боевой подарок – бронепоезд «Московский метрополитен». Он был построен на следствия, пожертвованные работниками метрополитена. В экипаж вошло более 50 сотрудников метро. С 5 по 7 июля 1943 года. Загляни туда, в кабину машинства. Загляни, загляни. Подойди, загляни. Продолжение следует. Такими же могут быть летающие дисколеты. Также, без комфорта. Я думаю, значительно комфортнее будет летать у летающих дисколетов. Со скоростью звука. Куда заходили? Сверхзвука. Приближающейся к скорости света. Приближающейся к скорости света. Куда заходили, туда и перенесли. Только одного намерения – мысли. И это наступит в ближайшее время. Чем больше людей об этом думают, мечтают и делают что-то для… Получается, что происходит. Технологии, свойственные технологии уйдут в депо. Видите, это знак. Знак свыше. Что скоро эти технологии уйдут в депо. И мы полетим на летающих свет звуколетов. Я правильно говорю? Старян, я поставил вас вообще. Да? О, расскажите, расскажите. Спасибо большое. Благое дело для всего человечества. Огромное спасибо. Вы знаете, как меня зовут? Да, вы честное здоровье. Ярослав Староевич. Ярослав Староевич. Да, спасибо. Я даже не знаю, не поверю, что увижу вас. Мы как раз делаем. Мы сейчас ехали на поезде, который через весь состав можно пройти. Двери не разделены на вагоны поезд. Одна такая гусеница. Но делали сюжет, что надо создавать летающие дисколеты. То есть, метро такоит хорошо, но летающий дисколет лучше. Я понимаю, конечно, пока меньше нашим поколению мясо. Не особо ясно, что это не так. Как вас зовут? Меня Бог пел. Я из Таджикистана. Давно зря жил. Да, завод был сюда. Еще смотрю, как называется, школа здорового смысла. Да. С 9-го. Других ученых, они молодцы. Благое дело делаете. Я вчера купил пятикнижьи 9-го. Приходите в студию. Старо-Панский переулок, дом 5. Да, смотрю. Я смотрю, как ремонт там делает. И все, там умница. Большое дело. Приходите. Обязательно. Ладно. Спасибо. Всего доброго. Да, кстати, 9-го, по-моему, вчера должен был записать или как-то. Да, сегодня ночью выложу материал. Счастливо. Счастливо. Морго. Комментируйте. Тут даже... Комментируйте. Для мобильного репортера. Выходим в тишину. Для мобильного репортера свидетели, чего сейчас зрители стали. Вы видели? Мы шли в метро и мило беседовали. Как вдруг подходит человек и говорит Ярославу, насколько он признателен и рад, что такие люди есть на земле. Он был очень удивлен, что встретил Ярослава и... В метро. В метро. Делающего очередной сюжет. Да, делающего очередной сюжет. Ну, какое познание для мобильного репортера и телеканала Вечер? Потому что, на большой вероятность, этот сюжет им понравится. Давайте все вместе... Студия Старопанский, приглашение первого лица. Ну, либо получить приглашение... Давайте все вместе... Попробуем объединиться и устроить встречу Ярослава Старухина и президента в нашем офисе. Старопанский дом 5. Четвертый этаж. Четвертый этаж. Четвертый этаж. А на втором национально-освободительное движение. Придет Путин, конечно, в национально-освободительное движение. Почему он к нам придет? А, потом к ним, да? Потом к ним. Ну, знаешь, это какая интрига? Куда он сначала придет? Ну, мы ждем.